В 2017 году в Ханты-Мансейске состоялись торжества по случаю пятилетия обретения мощей святителя Нектария. Югра обрела своего небесного покровителя, святителя Нектария, архиепископа Сибирского и Тобольского, ровно пять лет назад, в ноябре 2012 года. Часть честной главы святого была доставлена в Ханты-Мансейск из Нилос-Толобенской пустыни Тверской епархии. Святый Дед, общее Нектарие, Ищи святую память Твою, Торжественное благослужение в Кафедральном Воскресенском соборе вместе с митрополитом Ханты-Мансейским и Сургутским Павлом, провели постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава митрополитчего округа в Республике Казахстан, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, епископ Нижний Тагильский и Серовский Иннокентий, епископ Югорский и Нягинский Фотий. Иногда святые подвижники употребляют такое сравнение. Каждому из нас знакома красивая картина неба. Но есть небо духовное, на котором в огромном количестве сияют разного размера звезды. Это наши подвижники, это наши святые, это Божьи люди, которые, пройдя земной путь, служа Богу всем сердцем и всей душой, сподобились переступлив порог земной, который отделяет нас от вечности, сподобились нескончаемой блаженной жизни у Бога. Эти святые звезды, эти святые подвижники зовут нас вдохновляться нетленной красотой горнего мира. На торжества из свято-данилового монастыря были доставлены мощи святителя Николая Чудотворца, которые пребывали в пределах Антамансийской епархии в период с 4 по 20 ноября 2017 года. Любое прибытие святых – это воспасение людей, это не наш выбор, а, скажем, это выбор Господа, для того, чтобы люди стали чище, скажем, для того, чтобы люди обратились в духовную свою сферу. То есть здесь, когда благодать прибывает, бежишь, как говорится, в храм для духовного причащения, очищения. И это объединение людей, это какая сила, когда сюда приехали священники, и сами, как говорится, благодатные, и еще и благодать Божья. И сегодня еще и Николай Чудотворец с нами. Это невероятное просто ощущение, невероятная благость, которая дарована нам. Святитель Нектарий, всего 4 года пребывая на сибирской земле, имел дух смирения, терпения и любви. Монашеских добродетелей, которые проявились в его служении. В это время была явлена Великая Сибирская святыня, а баладская икона Пресвятой Богородицы Знамение. Вот 5 лет назад еще мало кто знал о нем, что он был сибирским, нашим тобольским святителем, и именно подвязался здесь. Он предрек Михаилу Федоровичу Романову рождение сына, и когда родился Алексей, то он его взял крестным отцом, и он одновременно был и святителем, и советником нашего царя. И мы сегодня особо вознесли молитвы к этому великому угоднику. Хотел бы поздравить всех наших жителей, пожелать, чтобы действительно святитель Нектарий был нашим путеводителем и предстателем у Бога. Традиционно в богослужебном прославлении святителя Нектария участвует все духовенство Хантамансийской митрополии. Общий прихиальным днем прославления святого в Югре определено 5 ноября. Учреждены медали святителя Нектария трех степеней. За годы работы епархии они вручены десяткам потрудившейся на Неве богоспасаемой Егорской земли священникам и мирянам. Святитель всю свою жизнь отдал для блага просвещение миссионерских трудов, которые он посвятил, чтобы как можно больше людей на этой земле вдохновились нетленной красотой горнего мира. И поэтому память о нем жива. Она сегодня молитвенно празднуется. В Хантамансийской митрополии уже 5 лет прославляется святитель Нектарий, сибирский, святой, вернувшийся на хранимую его молитвами землю. В Хантамансийске состоялся региональный этап международных рождественских образовательных чтений. Главная их тема в 2017 году нравственные ценности и будущее человечества. Традиционно ее обсуждают представители духовенства, власти и общественности, педагоги и журналисты, ученые и студенты. В рождественских чтениях приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Мне очень приятно, что в данном случае гармонично сочетаются возможности русской православной церкви и светского образования, воспитания государства. Российской Федерации. Мы понимаем, для того, чтобы нам иметь духовно сильное, экономически стабильное государство и общество, нужно заниматься этим каждый день, нужно обсуждать, нужно делиться своими переживаниями, нужно делиться своими мыслями, нужно активнее работать с молодежью, потому что именно молодежь – это фундамент, это фундамент государства, фундамент общества. У нас одинаковые цели, одинаковые задачи, что у законодательной и представительной власти, что у русской православной церкви, действующей на территории Ахантематийского автономного округа. Действительно, вопросы нравственности, вопросы воспитания, вопросы будущего нашего общества, вопросы тем, кем станет наша нынешняя молодежь, они понятны, они ясны, и мы знаем, как их решать. И в этом единение светской и церковной власти. Стратегическую задачу духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения невозможно решить без осмысления отечественной истории, традиционной национальной культуры и нравственных ценностей. Прежде всего, это важно для молодежи. Когда стоит вопрос нравственности, первое решение – это видение, видение, что нужно исправить. Потому что, если сказать себе, что нет предела совершенству, то каждый раз ты можешь ставить перед собой задачи, которые можно решить. Поэтому первое – это видение, а второе – это понимание к чему должно быть стремление. А стремление, когда встает вопрос о нравственности, самое главное слово, самое важное слово для человека, который стремится – это любовь. И это любовь не чувственная, не эмоциональная, это даже, можно сказать, свойство человечества, свойство любви. Это жертвенная любовь. Совместные усилия светской и церковной власти в просветительском и воспитательном направлении – залог исправления непростой духовной ситуации в стране. Существенно здесь может помочь внедрение с 2017 года в школах и детских садах Югры программы «Социокультурные истоки». Очень важно учесть и возрастные особенности преподавания, тонкого и глубокого предмета, и обеспечить достойный уровень подготовки преподавателей истоков, чтобы труды не пропали даром. Это хороший шаг вперед, но мы озабочены сегодня тем, что сегодня не хватает учебников этих предметов. Неподготовлены педагоги, скажем, в должном количестве и качестве, чтобы преподавать этот предмет. И есть опасность, можно загубить доброе дело, не выполнив этих, скажем, условий, чтобы был материал, учебники и, конечно, подготовлены педагоги. В 2017 году, по примеру российских, впервые парламентские рождественские встречи состоялись в Туне Югры. Положено начало доброй традиции, которая поможет выработать более согласованный план совместных действий, а понимание существующих проблем будет выражено в конкретных решениях. Здесь вот наступил, наверное, тот момент, когда и наши законодатели готовы к общению по этим темам. И это тоже как-то, скажем, подает надежду, что сегодня будут соответственно приниматься законы, учитывая духовно-нравственное воспитание как основной, как приоритет, о котором говорил наш президент в своем послании. В работах Антимансийской митрополии и департаментов социального развития, здравоохранения, образования и молодежной политики, культуры и спорта выражено во множестве совместных мероприятий. Высокую оценку на парламентских встречах получила работа сестричеств в приличебных учреждениях, показанию палеоактивной помощи больным, спасению детских жизней в борьбе с абортами и поддержка отказавшихся от детоубийства женщин. В 2017 году только за 10 месяцев число абортов сократилось на 25%. У церкви есть много механизмов, как сделать так, чтобы таким получился человек. Государство тоже напрямую за это отвечает. И когда мы объединяем наши усилия, мы эффективней и в более понятные сроки достигаем этого результата. Я был бы рад, если бы эти встречи прижились, если бы они стали систематическими на территории автономного округа. Мы сегодня рассказывали о том, что мы сотрудничаем, мы открыты для сотрудничества. Очень важно, сегодня было много представителей и муниципальных образований, и представителей священников были из разных церквей. Мы послушали опыт. Я надеюсь, что то, что было услышано, будет увезено в муниципальные образования и реализована как эффективная форма нашего взаимодействия. Был очень интересный обмен мнениями, тем более, что тема, она, безусловно, очень важна. Это нравственное воспитание молодежи, это воспитание будущего поколения. И цели и задачи, как у законодательной власти, как у представительной власти муниципальной, так и у представителей духовенства, конечно, одни и то же. Нам нужна образованная молодежь, нам нужна воспитанная молодежь, и молодежь, воспитанная в духе, которые в том духе, которые проповедует православная церковь. И в том числе, конечно, это общечеловеческие ценности, моральные в первую очередь. Тут ничего какого-то сверхъестественного нет. Парламентские рождественские встречи в Югре решено проводить регулярно. Совместными усилиями светские духовные власти можно добиться хоть сколько-нибудь значимых результатов в благом деле оздоровления и духовного подъема нашего общества, воспитаний полноценного подрастающего поколения. Субтитры создавал DimaTorzok